Словно в дремучем лесу почувствовали себя жители компрессорного. После стрижки деревьев спиленные ветки валяются на тротуаре, а вот засохшие нависают над головами прохожих. На поиски недобросовестных дровосеков отправился городской дозор. Из-за обрезки деревьев жители микрорайона компрессорной оказались в западне из зеленых насаждений. Поначалу для прохода приходилось разгребать завалы из веток и стволов. Дров здесь наломали еще в начале апреля, но месяц прошел, а передвигаться по району горожанам легче не стало. Сложнее всего обходные пути искать мамам с колясками, ведь они вынуждены выходить на дорогу. Это не то, что неудобно, это еще и опасно, потому что ты не знаешь, в какую секунду и с какой стороны может выйти, выехать машина. Впрочем, на тротуарах тоже небезопасно. Рабочие, видимо, так спешили закончить работу, что часть спильных веток так и остались висеть на соседних деревьях. Чуть ветер дунет посильнее, и они рухнут. Одну из таких угроз мы отвели сами. Ко всему прочему, спиленные ветки уже высохли. В них завелись мухи, и неравен час мусор загорится. Это же пожароопасное. И дети играют, и спички бросают, и все. Но главное, что мы идем по проезжей части. Нам негде перейти дорогу. Апрель месяц, еще снег лежал, не таял. Все это лежит. Спилили, хорошо, но вывозить не вывозить. Куда пропали опиловщики, мы выяснили в районной администрации. Оказывается, уборщиков прогнал из компрессорного снегопад, обрушившийся на город в апреле. Все подрядные организации у нас были задействованы на чрезвычайную ситуацию, на лисквидацию последствий снегопада. В связи с этим мы пока приостановили работу по вывозке порубочных остатков с поселка Компрессорный. В настоящее время работа продолжена, и она будет завершена до конца текущей недели. По нормативам, спиленные ветви при обрезке деревьев должны вывозить в течение трех дней. Если опиловщики в этот срок не уложились, претензии следует направлять в адрес районной администрации. Юрий Шумков, Антон Лимонов, Городской дозор.